Дима, если представить, что ситуация в России когда-то станет лучше, вряд ли, конечно, ты вернешься или больше совсем нет желания возвращаться. Понимаешь, к моменту, как в России ситуация станет лучше, я изменюсь, и ситуация изменится. Поэтому, что я сейчас об этом думаю, не очень важно. Сейчас я даже не рассматриваю такой вариант, потому что, во-первых, это страна, агрессор, развязавшая войну. Я не хочу в ней жить. Во-вторых, что еще болезненнее? Это страна, где огромная часть населения эту агрессивную войну поддержала. Режим Путина падет, не сомневайтесь. Этот режим закончится, как любой режим для него. Люди-то останутся, те самые зигующие на площадях, можем повторить. Вот эти вот люди, которые из-за развязанной войны там лишились Макбука и Старбакс, и из-за этого ненавидят украинцев, а не Путина. Вот эти люди, они все останутся. И как мне с ними жить в одной стране, я не представляю. То есть, для меня это является даже большим стоп-сигналом, чем сам Путин. Уровень поддержки. Потому что война закончится. Путина, надеюсь, осудят и посадят. Ну или он просто умрет. А мне возвращаться и смотреть на этих людей с полным осознанием того, что я помню, как вы сволочи улюлюкали, как вы это все поддерживали. Как вы писали на стенах смерть Украине, стране без истории. Мне с вами жить рядом? Не, спасибо. Вот для меня главная проблема. Я что-то не горю желанием. У меня есть ролик про Ремарка, биографические легенды в двух частях. И я, с одной стороны, доволен, с другой, ну как бы даже немножко жалею, что я его снял тогда. Потому что, конечно, если бы у меня не было ролика про Ремарка, когда началась война, я бы все бросил и сел снимать ролик про Ремарка. Потому что на фоне идущей сейчас войны он дико актуальный. Если не видели, обязательно посмотрите. И я всегда, когда делаю биографический ролик, я пытаюсь пропитаться жизнью человека. Я читаю дневники, я пытаюсь понять, как он думает, поставить себя на его место. И я в дневнике Ремарка прочитал такую мысль. Значит, Эрих Мария Ремарка, три капли контекста. Эрих Мария Ремарк не воевал во Второй мировой войне. Он воевал только в Первой, и то немного. И во время Второй мировой войны он был в Америке. Он жил в Америке. Он преследовался своей страной. Его книги сжигали на площадях. Его сестру расстреляли только за то, что она сестра Ремарка. Со словами, что ваш брат от нас ускользнул, но вы от нас не уйдете. И после войны в 46-м году Ремарк вернулся в Германию после поражения Германии в войне. Он вернулся, чтобы повидаться с отцом, который был уже совсем пожилой. И он написал в дневнике, что в Германии его встретили только зомби с изнасилованными душами. И больше Ремарк в Германию не вернулся. Он всю жизнь прожил в Швейцарии, умер в Швейцарии. Он не смог вернуться. Он просто не смог находиться в этой стране. И сейчас у меня это отзывается куда сильнее, чем у меня эта деталь отозвалась, когда я готовил ролик. Потому что ролик я делал в 19-м и 20-м году, соответственно. До этой войны. И вот сейчас, когда я к этой мысли возвращаюсь, у меня есть понимание. Что он чувствовал. И понимание, что мы, когда вернемся, я, в частности, когда вернусь, с хорошей вероятностью буду испытывать то же самое. И тоже не смогу остаться. Несмотря на то, что у меня там друзья. Это моя родная страна. У меня там вся семья. Теперь уже половина семьи. Очень велик шанс, что я просто не смогу вернуться. По внутренним каким-то моральным ощущениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok